Пошли в штыковую бардаку, нажимали полу-бадавьону, прошло отступать, прятаться в оборонительных сооружениях, домах, скверах и парках, но бомбардировки продолжались. Ну, англичан, конечно, больше, но у них хорошее, более лучше, чем у нас были. Давай! Ну, нет, что за ружье у дедушки этого? Фузей. Это типа такое тяжелое ружье. Ружье, это ружье. Ты кого, папа, сейчас пойду. Командовал подполковник Македонский. Ему было приказано отразить ответку десантного отряда англичан и французов в Греческой церкви. Стрелки Таганровского гарнизонного полупатальона под его командованием заняли позиции в ограде храма и в окружении с его садой открыли огонь по наступающему противнику. Нашего типа ранили. После этого Македонский лично отвел солдат в штыковую атаку. Стрелки Таганровский. Рыбок, рыбок Рыбок, рыбок Рыбок, рыбок Мишка, а как это мы? Что это не наше ружье или пистолет, на котором шесть патронов? Мы только попахнем пистолет делаем А, смотри, спикер Казахстан Дядьку вот по жопу везет Не по его убить или что? Не-не, не попробуй его с саблей Это не надо И что? Ранили, видишь, бежит, смакивает Что он делает? О, пики наставлены, стали воевать, видишь Ура А что его, типа в плен взяли? Ура Наше ополчение вступило в рукопашную с руками В рукопашной были ранены А как же с кем плотом быть? Франции пошли в наступление на гарнизон Наш полугаризон стойко оборонялся Но не пошли в штыковую атаку Но не пошли в штыковую атаку Залезалось суровое сражение Наши победили? Наши победили? Наши победили? Вот привезли В шляпе генерала Английского Его убили Наш полугарнизон усердно отстреливался Англо-французскому десанту не подпускал французов подняться в город Нашего убили, типа? Наверное Нет Ранее Ранее Англо-французскому десанту приходилось перестраиваться и вновь пытаться штурмовать наш крутой берег А в каком смысле крутой? Мы уже заданы крутой спускались по лестнице и поднимались, поехали Это покрашено Ну и в конце концов, кто вы? Они отступили Не смотри Англо-французский батальон проводил тактические перестроения Пытаясь подняться на крутой берег Но обороны Дагонрога наших ополченцев и солдаты полубатальона бесстрашно защищали город Патроны не экономят Патроны не экономят Патроны не экономят Он лежал здесь Патроны О! Тот уже взял пистолет Ну все он будет палить Пистолет это самая сломанная Пистолет это самая сломанная А дрон летает? А дрон летает Огонь у англичан и французов Патроны переходил на возвышенности где среди жилых домов окружающих их строений помещались А тут я не он такой Патроны и пехота Над тремя зданиями в Дагонроге были подняты черные флаги Они обозначали санитарные зоны и госпитали По ним не должно было проводиться артиллерическая арп стрела У того парнишки Видите вот этого в шапке? Такой вот рыжий А сам вот черный Отступают те, да? Войска перестраивались Пойл 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 Почек Кто будет попад? Войска Наши солдаты вели прицельный огонь из ружей. Стрелки энергично отвечали на огонь противника. Один из русских проявил поразительную храбрость. Англичане готовились произвести войну. Он преднамеренно стоял как мишень посреди града пуль и ядер. Каждый старался попасть в него, но он появлялся вновь и вновь. Началась атака. Наши стрелки станут оттеснять противника. Гранаты тогда нет. А тогда гранаты не было? Была? . Подкрепление состояло из ополченцев, которые самогрешны. Попы и мотык. Во время сражения был пленен английский офицер. Плененный офицер был доставлен главнокомандующему. 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 Плененный офицер был доставлен главнокомандующему.